Гончарный круг Кувшины, чаши, блюдца, миски, амфоры, пифосы, кровельную черепицу, керамические водопроводные трубы, статуэтки. Много лет знаком с глиной Рустем Скибин. Делом всей своей жизни считает возрождение традиций крымско-татарских мастеров. Известно, что в 15-17 веках гончарное ремесло этого народа было сосредоточено в Бахчисарае, Карасубазаре и Гизлеве. В Крыму существовало около 50 цехов. Среди них цех Чельмекчелер, горшечников. Сведения о тонкостях их мастерства сейчас собираются по крупицам. Литература, контакты. Мы просто выезжаем в экспедиции, общаемся со стариками. И мировая культура, потому что само ремесло, оно везде одинаковое. Глина везде такая же. Там нюансы только в форме, в изготовлении. Посмотрел, как работают индийские мастера, пакистанские, турецкие. Присмотрел какой-то интересный момент и применяешь его. Бесформенная глина в руках мастера приобретает форму и объем. Это живой материал со своим характером, зачастую капризным. Некоторые очень хорошо держат форму, но капризны в сушке, в обжиге. Другие наоборот. Но самое важное в глине, в работе, это то, что она задает ритм работе. То есть, если начал делать изделие, ты не можешь его оставить и уйти, потому что оно пересохнет. Либо наоборот. То есть, оно формирует твой весь рабочий процесс. Рустам Скибин советует подходить к гончарной работе только с хорошими мыслями. Иначе все усилия подчинить прихотливую глину будут напрасными. Вот эта глина не любит, когда ее в сыром виде трогают. А есть глины, которые выкрутил, и их можно свободно поднимать, передвигать. И они уже не деформируются, держат форму. А что это за глина? Это белогорская глина с села Гончарное. Там, кстати, находился старый завод по производству черепицы татарки. Старый. Самые древние находки из глины – это игрушки. Затем из нее стали лепить фигурки божеств, обереги, посуду. Ведь именно благодаря глиняной посуде человек смог отказаться от сырой пищи и освоить кулинарное искусство. Один из сосудов, это вот недавно сделанный, сураиль, арабского происхождения, слово сурахи. Это для разлива воды. У него тюльпановидное вот это горлышко. И с него очень удобно и хорошо выливается вода. Это куман с носиком. Это для омовения сосуд. Ну, разновидности уже в других культурах. Куманец. Вот. Куманчик. И аналогичная форма, только без носика – это гулум. Он для переноса воды. Они большей формы, большего размера, с широким горлом. На плече? Да. То есть, ходили за водой к источникам, чтобы его наполнить быстро. С этим неудобно. А уже в доме. И этот сосуд называется куза. Они разных размеров, тоже большие, маленькие. Так называемый холодильник. В них хранили продукты, мясо, жиры. И рассказывают, что были такие, в которые дети залазили и пели. Это нам одна бабушка рассказала. Традиционная крымско-татарская посуда, одежда, мебель украшались орнаментами. Каждый его штрих, каждый элемент весьма символичен. И имеет мужское и женское начало. В рисунках и узорах зашифрованы пожелания благополучия, продолжения рода и крепкой семьи. В руках я держу мужскую структуру. Это камень. То есть, здесь есть низ вверх, право-лево. Это квадрат. Это самая устойчивая форма в природе. И свойство ее равновесия, стабильность и устойчивость. Это мужчина. И семейное древо, если его прочитать на блюде, трехугольник – это земля, основа то, на чем все держится. Это кувшин, чаша, горшок – это дом. Кипарис – глава семьи. И четверть розы, либо пальмета – это женщина, продолжение рода. А женская структура – это круг. Здесь нет ни верха, ни низа. Ее можно крутить. Это символ воды, женщины, знак. Свойство – изменчивость, гибкость, динамичность. И читается по одной из сторон. Это симметричная композиция, зеркальное отображение. Роза – женщина, миндаль – девушка, тюльпан – юноша, мальчик. А гранат сам как символ семьи, как символ плодородия. И элементы, которые повторяются в виде цветочков, лепесточков – это берекет. В переводе дословно так, если пожелание благополучия, такое тройственное, физическое, материальное и духовное. Современные мастера придают керамическим изделиям современную форму и по-авторски вольно используют различные символы. В Бахчисарае есть мастерские уста. И в этих мастерских работает заслуженный художник Украины Адерага Асанов. Ювелир. И у них в мастерской традиция – в 4 часа пить кофе. Вечернее кофе. Ашам Хавеси. И я вот под вдохновением этой темы сделал эту работу. Здесь на 4 часа. Хильджан – чашечка с кофе, который источает араб. А все незамужние девушки стремятся иметь у себя дома на стене вот такую расписную композицию. Сами же они и придумали название для нее – «Женское счастье». Здесь главный элемент – это миндаль. Это молодая девушка. Внутри миндаля – семейное древо. То есть это девушка, которая думает о семье, о создании. Она мечтает о детях. И по краям два знака кипариса стилизованных. Это мужчины. И они очень динамичны, они крутятся. Это защитники. То есть они вокруг нее оберегают и защищают. Знания и умения, которые накопил, Рустем старается передать новому поколению. Ученики в его творческой мастерской вовсе не редкость, а скорее закономерность. Уже два года Эдем приходит сюда и часами отшлифовывает свои работы, не обижаясь на замечания учителя. Парень прекрасно понимает важность образовательного процесса. Он занимает наши предки. Мы продолжаем их деятельность, возрождаем наше искусство. И вот решил принять в этом участие. Готовые работы покрываются глазурью. Это древнейшая техника, дошедшая до наших дней. Глазурь содержала окиси улова, подкрашивалась в синий цвет кобальтом, зеленой медью, фиолетовый марганцем. Глазурь – это кварцевый песок, сплавленный с минералами, которые придают цвет, окрашивают эту глазурь. И после обжига, плавления, образуется стекло. Тонкий слой на поверхности изделия. Здесь важный момент – это соблюсти пропорции, так называемый коэффициент расширения глазури к черепку. Потому что если что-то не совмещается, то глазурь либо отлетит, либо соберется в такие капли. И это уже будет дефектом. Хотя эти дефекты при грамотном и профессиональном подходе можно перевести в эффект. А это думбелек – традиционный крымско-татарский ударный инструмент. На керамическую основу натягивалась тонковыделанная козья шкура, валовья пузырь или даже и рыбья кожа, которая, как оказалось, отлично противостоит сырости. Инструменты применялись для передачи информации, в армии для построения и как психологическое оружие. То есть для поднятия духа и для угрозы противникам громким звуком. А потом он уже перешел потихоньку в народ, в кофейнях. Даже дерево во дворе у гончара Рустема Скибина круглогодично дает необычные плоды – глиняные чашки, миски, колокольчики. Дерево растет, растет и опыт. Расширяется и крепче становится любимое гончарное дело. И когда-нибудь, мечтает гончар, его творческая мастерская превратится в настоящий крымско-татарский центр искусства и культуры, где каждый сможет посидеть за гончарным кругом, обжечь горшок и отведать национальные кухни.